Мурат, мы поздравляем тебя с такой победой, яркой, зрелищной. Спасибо. Ну, расскажи немного, как провел ты бой, как себя чувствуешь? Бой сложился удачно. Я, если честно, настраивался на 8 раундов. Но получилось закончить пораньше. Соперник крепкий оказался. Он молодец. Скажи, вот ты настраивался закончить бой на нокаутом досрочно. Выцеливал, да, так, садя? Да, конечно. Ну, вся цель, как бы, нанести ему вечер, там, рассечение, разбить нос. Нокаутировать. То есть ты не любишь играться, уклоняться? Не, а что? Нужно с самого начала брать бой в свои руки и доводить до конца. Вот знаешь, сравниваю твой бой с Пилипенко, да, потом с Килицией. Вот видно, что ты очень сильно прибавил физической мощи в силе удара. Вот за счет, расскажи немножко про это. Ну, до этого боя я находился 21 день в Казахстане. Проводил там специальную подготовку. 21 день был в горах на высоте полторы тысячи метров. После этого я приехал в Ногинск на двухнедельный сбор. И здесь уже спаринговая сессия прошла. И уже подошел к бою. Расскажи, вот на кого ты ориентируешься в своем весе? Кто тебе больше всего нравится? Кто мне нравится? Ну, я из тяжеловесов, если честно, на данный момент никто. Мне нравится молодой мексиканин Сауль Альварес и Мэнни Пакеао. Вот два боксера из тяжелых. У меня нет пока каких-то, на кого равняться. Ну, а вот, допустим, Денис Лебедев. Не хочу его как-то обидеть, но мне не нравится, как он боксирует. Как-то. Ну, я не люблю такой бокс. Скажи, а вот если ты наберешь сейчас еще побольше опыта, больше боев, готов ли ты с ним сразиться? Конечно, готов. Если менеджеры и промоутеры посчитают нужным, ну, и то, что я готов к бою, то без проблем. Пускай договариваются. То есть пусть Денис готовится, да? Конечно. И не только Денис, все остальные. А есть какие-нибудь планы на ближайшие бои, что-нибудь известно? Ну, пока отдых. Я три месяца не был дома, я был все это время в Челябинску, сильно готовился к этому бою. Сейчас, я думаю, около недели отдохну, и там уже видно будет, мне уже сообщат о дальнейших планах. Землякам привет передашь? Всем любителям бокса, когда меня болел, моим землякам передо-бой ночью. И привет, и хочу пожелать удачи в следующем бою Аснабеку Кузаеву. Он будет защищать свои два титула с очень серьезным боксером из Пятигорска, Давид Аванесян. Всем привет. Кость, ну, трудовой такой победы тебе. Как сам свой бой оцениваешь? Неплохо, неплохой бой. Но все, что запланировал, как готовился, а готовился я очень серьезно, как мой бой. Прошел три этапа сборов. Первый этап был в горах, в Казахстане. На высоте полторы тысячи метров. Прошел общий физический сбор трехнедельный. Второй этап сборов был у нас в Златоусте, со сборной Челябинской области. Там уже специальную работу делали. И последние две недели тренировались здесь, на Гинске. Были тяжелые спарринги. Вот, и подошел к бою в очень хорошей форме, я думаю. Вот, и выполнил свою задачу. А ты знал, да, о своем противнике? Бои увидел? Да, конечно же, смотрел его бои. Видел, что немного ниже роста. Складывается в удар, такой жесткий. Вот, ручки держал высоко, так что пару раз и проходил его удар. Ну, такой незначительный, вот, но все равно как-то остерегался, пытался его держать на дистанции, вот, и смог его измотать. И в седьмом раунде противник просто-напросто обессилел, и я его добил. Скажи, вот, ты так интенсивно тренируешься, я знаю, ты еще студент. Да. Где не мешает учебе вот этим занятиям? Ну, спасибо Уралгувку за то, что идут на встречу, помогают. Вот, и разъезды, конечно же, дома практически не бывают. Постоянно где-то на сборах, на соревнованиях, и приезжают только на сессии в институт. Ну, и там я немного дают поблажки. То есть ты там звезда? Ну, не звезда, но уважают, уважают. Хорошо, скажи, ты вот уже, несмотря на такой возраст, очень много боев провел. Чувствуешь, как набираешь силу, мощь? Да, конечно же, с каждым сбором, с каждым боем мы нарабатываем что-то новое, и изменяем что-то, что было, какие-то ошибки в прошлом бою. Вот, я думаю, что от боя к бою я становлюсь лучше и лучше. Как думаешь, готов к полноценному чемпионскому бою? На сто процентов сказать не могу. Но я думаю, что еще пару-тройку боев-то проведу. Может быть, 3-5 боев, и я думаю, что я подойду, уже возрослею, наберу мощную массу. Потому что у меня, как бы, такой сейчас, может быть, промежуток, может быть, такой возраст, потому что у меня вроде и в 69 я еще мал и не добрал роста и веса. Вот, и в 66 мне уже так... Тесно, да? Тесно, да, трудновато. Вот, я выше своих соперников, но гонять меня немного труднее. Вот, так что я думаю, через годика полтора-два я как раз в 69 займу такую плотную позицию и буду боксировать в 61. Знаешь, я вот как-то у тебя про интервью, наверное, год назад здесь, на Гинске, и ты, честно говоря, говоришь, ну вот, я учусь, карьера боксера. То есть ты решил все-таки остановиться на карьере боксера? Да, конечно. Конечно. И посвящаю все свое время боксу, тренировкам. Ну и своим друзьям, землякам что-нибудь скажешь? Да, большое спасибо родителям, друзьям, которые меня всегда поддерживают, всегда болеют. Сегодня они у экранов телевизора, но у компьютеров смотрят прямую трансляцию, я думаю. Сейчас звонят уже и спишут смс. Так что спасибо им огромное. Спасибо тебе за интервью. Удачи на ринге. Спасибо. Тяжелый бой, мам. Да, тяжелый. Неудобный соперник. Первый раз, как боксерами выступает. Он весит 145. 146. 146. И рост 2,2, по-моему, да? Вообще неудобный. Я после ТАФ-файта, я полтора месяца отдыхал. Вот, два недели назад я в Нижний Тагил приехал. Было короткое время подготовку. Я думаю, следующий бой будет очень джерлищный, хороший бой будет. Я этот, меня как бы... То есть тебе самому не понравился? Как бой, нехороший бой у меня. Ну, ты же вот знал, что у тебя будет такой высокий, огромный противник. Да, меня сказали, ну, понимаешь, подготовка мало был. А ведь, ну, все нормально. А вообще можно к такому противнику подготовиться? Да, конечно. Я немножко устал. Я говорю, что два недели я подготовил этот бой. Устал. Надо было кринч, заходить, и серию надо было бить. А я только одиночку кидаю, потому что отдыхалка не такая. Ну, вот в восьмом раунде ты так собрался, и уже казалось, что вот-вот будет. Можно упасть? Отдал? Да, последний раунд надо было отработать. Я все отдал, работал. А тренера слышал из угла? Да, слышал. Скажи, вот, мне кажется, что это, знаешь, такая репетиция Кличко. Нет? Ну, да, надо еще, я думаю, два раза больше надо отработать. Если Кличко будет, ну, Кличко вообще быстрое. Вообще, он в пике. Я думаю, два раза надо больше тренироваться, готовиться. Восьмой раз. Даже двадцать. Ну, хорошо, мы тебя все равно поздравляем с такой победой, тяжелой, непростой. Спасибо. На Тафайте увидим тебя? Да, дай Бог увидеться. Двадцать в пятом. Буду готовиться. Восстановишься? Да. Буду готовиться. Хорошо, спасибо тебе. Спасибо вам точно. Ладно, до свидания. Ну, расскажи, как сам бой оцениваешь. Я хочу перенять. Всем привет. Сам бой оцениваю. Чуть-чуть мне не хватило. Последний раунд не вытянул. Физика не хватило. Нужно больше заниматься. Больше. Больше заниматься бегом, выносливостью. Ну, технически это, само собой, работа идет, идет. Но по данному бою мне не хватило раунда. Ну, то есть, если бы была получше подготовочка, то он бы завершился твою пользу. Конечно, конечно. Но как противника? Сейчас у меня всегда был лишний вес, но сейчас у меня максимально больше лишнего веса. Хотя бы чуть-чуть на десяточку поменьше, полегче было бы. Уже бы все было бы по-другому. То есть, и побыстрее бы, и... Конечно, конечно. Ну, вот противник как оцениваешь? Он высоко в рейтинге стоит WBC и выступает без поражений. Да, я знал, я настраивался, чтобы выиграть. Потому что отрыв такого противника можно хорошо подняться. Ну, раунда не хватило. Я устал, наверное, в каком-то шестом, наверное, просто устал. Еще по затылку мне дал. Ну, как бы, и взял последний седьмой раунд. Я на силе воли, но уже восьмой чуть-чуть не хватило. Знаешь, вот он славится как нокаутер. Вот как его силы удара можешь оценить? Ну, у него неплохой удар. Ну, я ожидал, что он мне будет бить боковые, и я готовился к этому. Так серьезно нерадски не зацепил? Ну, вот, что ударил по затылку. Ну, я не думаю, что он ударит по затылку. Поэтому, да, сильный удар, точно. У меня как будто бы зазвенело. Когда он бил мне сюда, я держал. Руки я это видел, все. Мне вспоминается бой Кличко с поляком, с лахом. Вот он почему не упал? Потому что он видел все удары. Вот он смотрел, он не успевал защититься, уйти, но он видел это удар. Поэтому выставил. Ну, поэтому вот эти коварные удары по затылку, я же не вижу, что он мне бьет по затылку. Вот, кстати, про Кличко. А ты не был у Спарринг-партнером? Да, конечно, вот перед Вахом. Это ты... Вот сейчас смотри, будет бой Владимира с пьяным... Я с пьяным-то боксировал. И, ну, как бы сказать... Причем до болезни-то, по-моему, у вас бой был. Да, да, да. Ну, как вот думаешь, на сколько пьяным-то хватит? Раньше я рассуждал. Ну, я же со всеми... Со всеми с Хелениусом спарринговался. И с Ингличанином... Чесора? Хэй? Да нет, не Хэй. Прайс? Не Прайс, еще вот... Фьюри? Тайсен Фьюри, да. С ним спарринговался. Очень-таки неплохие. С Кубартом Пульвым я вообще боксировал. И там... Там меня просто... Ну, деслифицировали удар по затылку. Хотя он мне по затылку набирал. Ну, ладно, не в этом дело. Вот я раньше рассуждал. Вот кто же из них станет реальным противником против Кличко. Ну, когда я сейчас поехал, поработал с Кличко сам. Никто. То есть шансов нет ни у кого? Сейчас ни у кого. А у нашего Александра Поветкина? Ну, я говорю ни у кого. Саша я спарринга не имел. Возможно, ну как я так. Просто анализирую, с кем он дрался. Его смотрел в бои. Просто мне настолько вот Кличко показался сложным. И как для меня, и для других. Что я думаю, что на данный момент Владимир Кличко лучший. Он такой, каким хочу быть я. Вот в чем сила. Он и жесткий, он и резкий. Он и достаточно высокий может на дистанцию задать. Он чувствует дистанцию. Он работает без ошибок. Вот в чем сила. А тебе удавалось все зацепить на спарринге? Как он держит удар? У меня есть несколько фотографий, которые он выводил с интернета. И одна фотография, где я ему бью справа, он уклоняется. Но по бою, по бою, я даже не помню. Помню, вроде я хотел его по животу пробить. Но вроде раз получилось. По бою я не помню, да? Ну как? Да, он очень-очень. Я столько ударов пропустил с Кличко, что я был доволен, что мои спарринги закончились. А уехал, думаю, если еще раз позовутся, я подумал. То есть никаких денег не надо, да? Мне Кличко очень показался сильным. Жень, у тебя профессия такая для боксера. Вроде бы обычная, но в то же время необычная. Ты говорил, что ты телохранительным работаешь. Да. И сейчас работаешь. Да. Ну как тебе твоя боксерская подготовка помогает? Ну конечно же. Приходилось применять стандартный вопрос. Это я не имею права такие вещи рассказывать. По условиям контракта, да? Ну, наверное, уже люди, глядя на твою комплекцию, у них желание отпадает, да? Ну так, если вспоминать, сейчас-то я спокойный и уравновешенный. А если брать, ну, когда мне лет 8-10 назад, ну, я старался избегать таких конфликтов, потому что на улице конфликты это очень вредно, ну, в рамках правосудия. Жень, наверное, это все уже лишнее вообще-то. Ну ладно, тогда давай заключительный вопрос. Вот о своей мотивации, потому что уже, ну, и возраст, наверное, и уже понимание, да, какое-то, что тяжело, да? Тебя тем более стараются таким вот сильным противником поставить. Вот что тебя мотивирует выйти на ринг и драться до конца? Что я хочу сказать? Вот я так рассуждаю. Вот возраст у меня, вот у меня уже сейчас работа есть, я работаю. И каждый раз, когда я сейчас какой-то бой, я волнуюсь. А стоит ли дальше заниматься? Стоит ли дальше боксировать? И как-то вот это волнуюсь, волнуюсь. Ну, когда я выхожу на ринг, когда начинаю боксировать, и вот даже в данный момент, я, ну, совмещаю работу с тренировками. Это тяжело. А мне их там больше можешь поставить там под это? Ну, я вышел с нормальным боксером, который в первой сотне, который тренируется два раза в день и работает много. И я с ним отработал, можно сказать, много. Чуть-чуть мне не хватило, чуть-чуть не хватило. В боксе это очень важно говорить чуть-чуть. Ну, не хватило. И поэтому вот сейчас я отбоксировал. Да, какие перчатки на гвозди. Я еще заниматься и заниматься. Хорошо, мы будем рады тебя снова видеть на ринге. Тем более ты всех восхищаешь. Свои фигуры, комплекции, да, такой гигант. Удачи тебе. Спасибо. Ну, все. Смешно. Расскажи, как сам чувствуешь, как провел бой? Что получилось, что нет? Ну, что сказать. С таким соперником, достойный соперник, и он, и я. Нельзя сказать, что все должно было получиться, как у меня, так и у него. Мы оба пахали, знали, кто из нас чего стоит. Тренировались на пределе. И то, что ничья, я думаю, и он, и я не поспорим с судьями. То есть ты согласен с таким решением? Ну, с судьями виднее. Если бы подняли руку мне, я бы не оспаривал. Подняли бы ему, тоже бы не оспаривал. Далее ничья тоже. Судь для того есть судьи, чтобы они судили бой. Как говорят, с судьями не спорят. Вот вы показали очень такой высокий темп, очень рабоспособность большую. Расскажи, как подготовка проходила? Ну, просто то, что обидно. Я, как бы, ну, я ничего не говорю за соперника. Хороший соперник, но он и я, я думаю, должны, я не хвастаюсь, но такие бои должны проходить, наверное, где-нибудь в Америке, в Лас-Вегасе, где-нибудь еще. Потому что я был на турнире, где боксировал Тарвар. Я видел, какие там бои были. И в буквальном смысле слова, посвистывали соперники. Эти бои транслировали HBO, еще какой-то канал по Америке. И там ничего не было сверхъестественного. Я думаю, мы бы лучше, вот с Давидом, лучше бы бой там показали, чем эти местные американцы, мексиканцы. Вот это обидно, то, что там нас не знают. Хотя мы намного лучше, чем многие там боксеры, которые... Да, действительно, бой очень красивый. А можешь сказать, что это самый сложный или самый красивый бой в твоей карьере? Да, самый сложный бой в моей жизни. Много из него вынесешь для себя? Конечно, надо тренироваться, работать больше. А на матч-реванч бы согласился? Согласился, но не сейчас. Надо отдохнуть после такого боя. Я думаю, Давид тоже не согласился. После такого напряженного боя, я думаю, где-то полгода надо таких боев отдохнуть. Надо боксировать, но не такие бои. Ну, такой, ну, разминочного, да, плана больше? Расскажи, вот поначалу казалось, что ты немножко нервничаешь, немного вот поймать свой бокс не можешь. Было такое? Знаете как, я боксировал, может быть, и которые били жестче, но не такие они боксеры были. А Давид, боксер хороший, дистанцию хорошо чувствовал и был выносливый. Вот в этом было тяжело. А так были, я боксировал и выше намного были, под метр восемьдесят пять ростом. И сильнее били, но я их легче выигрывал, чем вот с Давидом. С Давидом тяжелее было. У вас несколько таких столкновений головами было? Ну, это бывает, да. Это нельзя сказать, что я специально был или то, что он был специально. Никто не хочет нанести, как бы. Ты ударишь головой, но, может, ты себе хуже сделаешь, как бы, чем ему. Так что это нечаянно было. Вот публика прям нисто в столе кричала. Из-за тебя болели за Давида. Слышно было ее? Конечно, слышно было. Потому что я думал, нормальному зрителю, который разбирается в боксе, он не будет тупо болеть именно за своего, потому что он только его земляк. А я думаю, что зрители должны болеть за хороший бокс. За зрелищный, за красивый бокс. Ну, наверное, вся сеть и здесь многие зрители болели за тебя. Что-нибудь им хочешь сказать? Мне очень приятно было, конечно, когда я его хотел. Почти больше половины зала приветствовали. Меня очень было приятно. Ногинск – это мой второй дом. Я как бы сам осетин, это все знают. Но я и за сетью боксирую, и за Ногинск часто боксирую. Потому что очень приятно. Я уже какой год сюда даже не помню. Приезжаю, я себя чувствую как дома. Для меня как бы особо большой разницы нет, что там, что здесь. Ну и какие-то планы на будущее или сейчас только отдых в голове? Пока я вообще ни о чем не думаю. Главное – отдохнуть, прийти в себя. Такой бой. Я знал, что будет тяжелый бой. Я рассчитывал, я надеялся, что особо тяжелых травм просто не будет. Как и у меня. Я с Давидом в хороших отношениях. Мы давно друг друга знаем, его тренеры также. И много у нас общих друзей в Пятигорске, а часто там бывают. Но бокс есть бокс, здесь нет друзей. Здесь каждый хочет выиграть. А вне ринга мы друзья. Но тяжело все-таки настраиваться на друга? Нет, это знаете как. Бывают, конечно, боксеры, которые угрожают друг друга перед схватками, перед боями. Они просто хотят на понт кого-то взять или испугать. Или просто вывести соперника из себя. Но и Давид знал прекрасно, что у него это не получится. Я знал, что у меня его не получится спровоцировать. Он нормальный, адекватный человек, так же, как и я. И вот эти лишние разговоры, лишние понты перед боем. Это, я думаю, некрасиво это того не стоит. Если ты уверен в себе, ты не будешь болтать. А выйдешь и спокойно. Даже если ты проиграешь, то ты должен проиграть достойно, чтобы не говорить, вот, да я его там то, я его это, а потом опозориться. Главное не опозориться и все. Ну и в заключении, какую бы ты себе оценку поставил сегодня? По пятибалльной шкале. Я бы себе и Давиду поставил пятерку. Я не знаю, как в плане техники смотрелся этот бой. Но в плане как бы характера и желания выиграть. И он и я, я думаю, на пятерку побоксировали. И он не сдавался, я не сдавался. Хорошо, спасибо тебе большое за этот бой. Не за что. Будем ждать тебя на ринге. Постараемся. Верить, что следующие бои будут никак не хуже этого. Будем стараться. Спасибо вам большое. Давид, знаешь, вот я с кем не поговорю, все считают, что это бой мирового класса, мирового уровня, который достоин телеканалов, там, HBO, да, или что-то там. Ты как думаешь? Я тоже считаю, так, да, хороший бой получился, очень такой. Здоровый, классный бой, одним словом. Ну, сам немножко расскажи о нем, твои переживания, ощущения. Ну, переживал, чтобы головой не рассек меня, как бы несколько раз попадал. Ну, слава богу, не рассек. А так, не знаю особо, как в бою, в бою заходишь, делаешь работу свою, делал свою работу. Ты специально готовился под Асланбек? Смотрел его в бои? Да, смотрел его в последний бой, его смотрел с Узбекистана, по-моему, он дрался. Вот здесь тоже он дрался, этот бой. Тоже видел головой, он рассек там парня, серьезно, и уже изначально, как бы, немножко побаивался, чтобы головой не попал, но все равно несколько раз попал, но не рассек. То есть вот эти попадания, это были, вы считаете, намерены? Да, это попадание было отработано, чтобы в ближний бой его не пускать, В ближний бой его не пускать. Просто, может, он идет вот так головой, может, не специально? Ну, факт то, что попадает и... Он сказал, что не специально. Ну, да, я тоже надеюсь, что не специально. Ну, так, что, конечно, бой был классом, высшего игроку. Бой был прекрасный. Ну, Давид немножко, 10-й, 11-й раунд, он немножко не доработал. Если бы он так же, как и 12-й раунд, отработал, там сомнений не было бы. Никого, никого не судьба. 11-й раунд хотя бы. Если как, 12-й отработал, то все будет прекрасно. Давид, вот, да, вы показали такой очень скоростной бокс, темповой, много работы. В чем секрет такой формы хорошей? В чем тренировки? Тренировки. Я вообще первый раз боксирую полную дистанцию 12-й раундов в бою. У меня был бой, но я досрочно заканчивал. Все 12-й я не дышал, это первый бой мой 12-й раундов. Так, нормально продышался, думаю. А матч Рванш, ты готов, если что? Да. Без сомнений, да? Только не в Ногинске. Только в Ногинске, а где? Да, и не в Челябинске. На нейтральной территории. То есть вы на нейтральной территории готовы? Да, да, да. Вот я видел твой предыдущий бой с Романом Сильверсом, да? Заметно, что ты вот вырос и в технике, и вообще как боксер? Ну, вы знаете, что я скажу? Роман Сильверс, я с вами оказаю два разных боксера. Роман Сильверс очень удобный боксер, он не давал мне делать свою работу, он подходил и сразу вязал, и поэтому я не мог показать все, на что я способен. И там еще свои моменты, перед боем мне сказали, что вот через 40 минут будет перерыв, я вообще не размялся, ничего, вот так сидел. И мне подбежали, когда уже шестой раунд предыдущего боя закончился, сказали, все, два раунда осталось, я быстро одел, не успел ни одеться, ни размяться, вот так вышел в риг. То есть настоящего Давида мы увидели здесь? Потому что, ну, была критика. Настоящего Давида вообще много раз по телевизору не показывали, по России два, и комментаторы как-то холодно меня приветствуют всегда, не знаю, в чем, какая у них как-то антипатия ко мне может, я не знаю, чем я им не понравился. А так, по бойцу показывали мой бой, тоже хороший бой, Джеймс Маянга, кстати, Асланбек Казаев с ним дрался все раунды, и даже вот Денис Шафиков дрался с ним, по России два показывали, комментаторы сказали, что Джеймс Маянга был всего лишь два раза в России, или три раза, и никто его не побежал нокаутом, но до того, как он вышел с Шафиком, он боксировал со мной, я его нокаутировал в третьем раунде, об этом они слова не сказали. Быстро с ним расправиться. Ну, еще расскажи немножко, какие-то планы на будущее есть? Ну, общались с Кириллом Владимировичем Пчельниковым, сейчас, да, планы есть за границу. Сейчас немножко сделаю перерывчик, у меня вот, не последний бой был с Романом Сильверсом, последний бой у меня был с Кореневым, с Украины, в Дагестане, в Каспийске. Кстати, он тоже дрался с Асланбеком Казаевым, они все раунды продрались, я его нокаутировал в шестом раунде. И вот после боя, ровно месяц назад, 16 февраля был бой, и я приехал сюда сразу, без перерыва, как бы, не отдыхал, сейчас хочу немножко отдохнуть. Ну, может быть, вот этой свежести не хватило? Не, я думаю, нет, я в целом, я доволен боем, нормально. Здесь другая причина была, просто немножко. Причина Ногинска? И это причина не Ногинска, а причина то, что мы все же, с одной стороны, правильно, в Москве готовились немножко, а другое, надо было дома. Функциональности немножко у нас не хватило из-за этого. Функциональности. Была бы функциональность, он был бы свеженен. То есть он где-то, да, процентов на 90, где-то 85 отработал еще. Видите, он еще, он восстанавливается, здоровье, нормально все. Ну, вот вы говорили Ногинск, да, но публика в Ногинске вас приветствовала очень горячо и болела. Кстати, я хочу сказать, вот мои близкие, вы можете показать, это все мои друзья приехали с Пятигорска, с Армении, с Новосибирска, местные мои друзья, с Москвы, с Ногинска родственники, ну, все как бы собрались. Кто меня знает, кому позвонили родственники, все собрались, так бы в Ногинске меня никто не приветствовал бы. Спасибо, кстати. Большое спасибо ребятам, да, группа моей поддержки всегда везде со мной. Скажи то, что ноги были травмены. Да не надо, ну зачем? Ничего, ну вот ты, ну вот ты, ну ты, ты, сивак, вот я действительно, ну, как бы все нормально. Я думаю, что все увидели, что как есть и мне больше нечего сказать. Хорошо, мы поздравляем тебя. Спасибо. С этим боем, не знаю, с решением ты согласен, не согласен, вот, но бой показал красиво, я думаю, зрители запомнили тебя. Я надеюсь, комментаторы тоже тебя полюбят, будут рассказывать о тебе больше и правильно рассказывать. Я точно надеюсь. Скажи вот своим землякам, друзьям, что ты хотел бы вам сказать. Большое спасибо, я всех люблю вообще, молодцы, везде всегда меня поддерживают. Мои близкие тоже у некоторых не получилось приехать, тоже все переживали, там, я представляю, они телевизоры переворачивали просто, я даже не могу себе это представить. Все сейчас ждут меня, наверное, ну, тоже немножко, наверное, расстроены. Ну, я надеюсь, что я оправдал их ненадежды. Хорошо. Ну, желаем успехов в ринге. Я думаю, что... Да, Валя, расскажи, как бой ты оцениваешь? Считаешь ты справедливым вердикт? Конечно. Когда человек бьет ниже коица. Ну, давай, давай, радость успехов в мировом уроке. Среди мячников проиграли по всем стадиям, по всех компонентах боя, в техническом, в тактическом, в скорости. Но скорость можно было компенсировать, то есть местами Алишер показывал, как надо было боксировать на ближней дистанции. То есть Ашафиков навязал ему абсолютно все, то есть свою дистанцию навязал, заставил его двигаться туда, куда ему это удобно, то есть влево от себя. Ну, и все. Алишер инициативу потерял, в общем-то, я не знаю. Ну, что сказать, все, этим все сказано, проиграли. Вот, Валя, Добой ты говорил, что Денис, в общем, немножко, так сказать, ну, раздутая звезда, или как там, точнее. Нет, я не говорил, что Денис раздутая звезда. Вот понимаешь, вы журналисты, как вот тот шакал, да, из мультика... Не все журналисты, наверное. Подожди, ты мне дай это, как бы сказать, про Маугли, да? А он тебя обозвал земляным червяком, и прочее, и прочее. Вы прочитаете интервью, было сказано, как вы готовитесь, как вы оцениваете Шафик. В силу того, что боев его в интернете было немного, видели мы немного, мы начали исходить из чего? Из того, посмотрели, какой у него рейтинг, с кем он боксировал. Вот я сказал, что у него, судя по рейтингу, звезд, никого, соперников нет. Вот что было сказано. И я и сейчас это же скажу. То есть, ну, кто знает Шафикову, ну, кроме каких-то любителей, то же самое и с Алишером. Вы посмотрите, даже все новости, связанные с Шафиковым и с Алишером, там, по три, по четыре отзыва, ну, в крайнем случае, десять. Ну, это уже говорит о том, что о волбоксинге, в общем-то, люди, которые в боксе разбираются. Вот. И в этом проблема не боксеров, это проблема тех, кто их ведет. Ну, вот сейчас, в принципе, в принципе, Кирилл нам сразу же предложил, после поражения дал возможность закрыть эти поражения, в общем-то, два относительно легких боя. И сейчас вот, ну, вышли сразу же на серьезный бой в рамках их СНГ, это можно сказать, или сильнее соперника не найти. Может, рановато было, может, еще надо было немножко... Ну, подожди, сейчас об этом что говорить, может быть, не может быть. Бой состоялся, он прошел, у Алишера время для подготовки у нас было, в общем-то, мы все, что задумано, сделали. Ну, были проблемы, конечно, с спарринг-партнерами, с левшами, там, пытались их заменить, хоть как-то кого-то вставить в левшу. Ну, а все остальное у нас не было проблем ни с подготовкой, ни со временем к ней. Проиграли. Работа над ошибками будет проведена? Ну, сейчас надо, во-первых, определиться, чего хочет Алишер, в общем-то, в этом возрасте проиграть, в таком принципиальном бою. То есть, надо переговорить с промоутером, может быть, у него уже судьба просто оппонента. То есть, тут надо вообще определиться с его карьерой боксерской. И, исходя из этого, уже нужно двигаться дальше. В общем-то, это прослеживалось уже в его, вот, в последнем бою с Чехом. Такая же линия поведения, мы, вообще-то, над этим боролись, пытались, в общем-то, я пытался, в общем-то, заставить и работать серийно, и перехватывать, что у него раньше получалось, если вы посмотрите, вот, предыдущие бои. Здесь вот что-то у нас в последнее время это не ладится. Ну, и все. Тришер, пару слов скажи сам. Ну, все равно, спасибо за бой, потому что Денис очень серьезный соперник, непростой, технически очень вооружен. Ну, о чем, в общем-то, и говорили мы, что бой будет на встречных курсах. Так и получилось, в общем-то, что и планировали. То есть, получили другое дело, что мы оказались во всех компонентах боя хуже. Ну, спасибо за комментарии. Денис, как себя чувствуешь, во-первых? Сейчас, в принципе, все уже нормально, уже отошло все. Ну, как сам бой оцениваешь? В новой категории тем более. В бою, я считаю, что Рахимов очень хороший соперник, то есть, ну, в этом бою поставил точку. Как тебе переход, как в новую категорию? В принципе, нормально, вы сами должны видеть, как. Ну, скажи, если бы вот так не закончился бой, ты бы дожаловал? Ну, он стойкий боец, стойкий, хороший, то есть, вообще, я думаю, по очкам бы выиграл. Скажу, у тебя необычный тренер, он американец, да? Да, он, мексиканское происхождение. А почему именно он? Ну, как бы изначально стали с ним работать, и вот это, вместе. Но он тебе что-то дает такое, что наши российские тренеры не могут дать? Ну, как можно сказать, дает? Затягивает. Нормально все, все нормально. Ну, хорошо, мы тебя поздравляем, желаем тебе побед новых, и увидеть тебя снова на ринге. Спасибо.